Сегодняшнее сообщение посвящено результатам третьей фазы клинического исследования бианалога Транстозумаба компании Биокат. Данное клиническое исследование по своему дизайну является международным многоцентровым двойным слепым рандомизированным исследованием, проводимым в два этапа по сравнению бианалога Транстозумаба производства компании Биокат и оригинального препарата Герцептин компании Хоффман-Лярош, который применялся в сочетании с поклитокселом у больных метастатическим раком молочной железы с гиперэкспрессией Хердванео. Все больные были стратифицированы согласно возрасту, предшествующей терапии, а также статусу гормональных рецепторов и рандомизированы в одной из двух групп по системе один к одному. Все больные получали 6 курсов по схеме поклитоксел 175 мг на метр квадратный, Транстозумаб на первом медении 8 мкг на килограмм, далее 6 мкг на килограмм, суммарно 6 курсов. Данное клиническое исследование по своему дизайну в полной мере соответствует международным рекомендациям по анализу бианалогов моноклональных антител. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе проводилась постановка эквивалентности показателей фармакокинетики и безопасности на ограниченном числе больных после однократного введения лечения по схеме Транстозумаб поклитоксел. Целью второго этапа исследования было сравнение показателей безопасности фармакокинетики, а также эффективности применения BCD-022 в сочетании с поклитокселом в сравнении с герцептином и поклитокселом. Суммарно в исследование вошло 126 больных, включая 48 пациентов, которые были включены в первый этап исследования. Данное количество пациентов является достаточным для подтверждения эффективности препарата нового по сравнению с герцептином. Первичным конечным точком в анализе эффективности является, как уже было сказано, общая частота ответов. Общая частота ответов, эффективность оценивалась по критериям рецест. Ко вторичным конечным точкам относятся частота прогрессирования, стабилизации, частичных и полных ответов. В анализ эффективности вошло суммарно 110 больных, 56 в группу BCD-022 и 54 пациента в группу герцептина. Первичной конечной точкой в анализе безопасности является частота нежелательных явлений. Обязательным в исследовании бианалогов моноклональных антител является оценка иммуногенности. Частота нежелательных явлений была ко вторичным конечным точкам относится частота отмены лечения, относительное число курсов отложенных в результате развития нежелательных явлений. Токсичность оценивалась по критериям рецест, иммуногенность оценивалась с помощью выявления связывающих антител и нейтрализующих антител к транстозумабу. В анализ безопасности вошло 63 пациентки в группу BCD-022 и 61 пациентка в группу герцептина. Первичной конечной точкой в анализе фармакокинетики явилась площадь под фармакокинетической кривой транстозумаба после однократного применения. Отдельно производился анализ фармакокинетических показателей после первого курса, после шестого курса, а также производился анализ изменения минимальной сывороточной концентрации транстозумаба на протяжении шести циклов терапии. Критерием включения явились метастатический рак молочной железы с гиперэкспрессией Хердванео, общее удовлетворительное состояние пациенток, ожидаемое продолжительной жизни 20 недель с момента рандомизации и более, а также наличие по крайней мере одного измеряемого очага не менее одного сантиметра, при этом не допускалось участия больной, если единственный очаг был проявление заболевания в кости. Критерии невключения. Предшествующая противоопухолевая терапия метастатического рака, при этом допускалось включение больных, если проводилась больным эндокринотерапия. Также прогрессирование менее чем через 6 месяцев после адювантной, либо неадювантной химиотерапии, допускалось участие больных, если прогрессирование наступало на фоне эндокринотерапии, какое-то либо экспериментальное лечение, лучевая терапия, либо хирургическое лечение в течение 14 недель до рандомизации, а также симптоматические, клинические, значимые проявления в головной мозг. Обе группы были уравновешены по характеристикам основного заболевания и по демографическим характеристикам. Большинство больных имели инвазивный рак неспецифического типа с гиперэкспрессией Хердванео 3+. 12 пациентов потребовалось выполнение фиш-метода для подтверждения гиперэкспрессии Хердванео. Немногим более чем у половины больных отсутствовала экспрессия гормональных рецепторов. Больше чем у половины больных было зарегистрировано метастазы в двух и более органах. Основными местами локализации отдаленных метастазов были печень, легкие, плевры, лимфатические узлы и кости. Большинству больных проводилось хирургическое лечение и лучевая терапия. Менее половины больных получали химиотерапию в каком-либо из виде, либо неодевантной, либо одевантной. При оценке эффективности проводимой комбинации общая частота ответа в группе нового исследуемого препарата BCD022 составила 53,6%, в группе герцептина 53,7%. Отсутствовало статистически значимое различие между общей частотой ответа, а также между вторичными и конечными точками оценки эффективности. Так, прогрессирование было зарегистрировано в группе нового препарата в 21% случаев, в группе герцептина в 20% случаях. Основными клинически значимыми проявлениями токсичности была гематологическая токсичность. Так, нетропине 3-4 степени регистрировалось в 23% случаев в группе BCD022, 25 больных в группе герцептина. Только у одной больной из группы герцептина глубокая нетропине осложнилась фибрильным состоянием. Анемия 3-й степени регистрировалась у 4-х больных в каждой группе, тромбоцитопине 3-й степени регистрировалась у 2-х больных из группы герцептина. Отсутствовали статистически значимые различия между другими показателями токсичности. Все явления токсичности были ожидаемыми, так как регистрировались в проводимых ранее клинических исследованиях и большинство из них имели общую, легкую и умеренную степень. Всего проявления токсичности, нежелательные явления регистрировались в 98% больных в обеих группах. При этом отсутствовала статистическая значимая разница между развитием серьезных нежелательных явлений. Так, серьезные нежелательные явления регистрировались у 4-х больных из группы BCD022 и у 6-ти пациентов из группы герцептина. При этом только у одной пациентки из группы нового препарата и у 4-х больных из группы герцептина связь с лечением была оценена как возможная либо ожидаемая. Все остальные серьезные нежелательные явления были обусловлены либо течением основного заболевания, либо проведением химиотерапии. Летальные случаи были зарегистрированы в 3-х случаях были зарегистрированы на смерть. В одном случае, один случай в группе BCD022 и два случая в группе герцептина. Обязательным при исследовании безопасности является характеристика иммуногенности. При анализе иммуногенности связывающие антитела регистрировались у 4-х больных. У 3-х больных в группе BCD022 и 1-й больной в группе герцептина. При этом нейтрализующую активность из них была только в 2-х случаях. В каждой группе отсутствовали статистически значимые различия между показателем иммуногенности между двумя группами. Концентрация трансдузумаба в двух группах от момента введения препарата до 504 часов, что соответствовало 21 дню, изменялась аналогичным образом как после первого введения, так и после шестого введения. Согласно полученным концентрациям трансдузумаба были рассчитаны основные фармакогенетические расчетные показатели. Также было показано, что отсутствует значимая разница между расчетными фармакогенетическими показателями после первого введения. Особой вариабельностью обладает время достижения максимальной сывороточной концентрации. Максимальная сывороточная концентрация BCD022 достигала через 7 часов, герцептина через 5 часов. При оценке фармакогенетических показателей по первичной конечной точке 90% довернительный интервал для отношения среднегеометрических АУК от 0 до 504 укладывался в допустимый интервал, который был необходим для доказательства эквивалентности фармакогенетических показателей, что говорит о фармакогенетической эквивалентности этих двух препаратов. Расчетные фармакогенетические показатели после 6-го введения также не имели статистически значимых различий. Минимальная сывороточная концентрация в двух группах на протяжении 6-ти циклов терапии также изменялась аналогичным образом. Производился забор крови у пациентов непосредственно перед введением и через 21 день после завершения 6-го курса. Таким образом, по результатам оценки фармакогенетики было показано, что фармакогенетические показатели идентичны как после первого однократного введения, так и после многократного введения. Таким образом, проведенный анализ эффективности, безопасности фармакогенетики продемонстрировал отсутствие различий между группами препаратов. Новым препаратом BCD-022 и герцептином. И полученные данные свидетельствуют о терапевтической эквивалентности исследуемого режима BCD-022 и препарата сравнений герцептин. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Олеговна.